По данным надстаткома, прожиточный минимум в этом году составляет чуть более 5000 сомов. Это на 11% больше, чем в году минувшем. Ровно на эту сумму, по расчетам экономистов, среднестатистический гражданин страны должен собрать потребительскую корзину, оплатить коммунальные платежи, потратить деньги на проезд, на покупку лекарств и на прочие бытовые нужды. Так на сегодня в минимальный продуктовый набор входят рис, сахар, мука, яйца, молоко, масло подсолнечное, мясо, картофель, хлеб и черный чай. Стоимость одного килограмма риса в среднем по стране составляет 82 сома, килограмм сахара 54 сома. Мука высший сорт 48 сомов, десяток яиц 103 сома, литр молока 39 сомов, масло 151 сом, мясо 1 килограмм говядины обойдется в 440 сомов, а баранина в 429. А вот конина стоит чуть дешевле, 373 сома. Килограмм картофеля в среднем можно купить за 31 сом, булку хлеба за 15 и пачку чая за 76 сомов. Но это официальные цены, указанные в отчете Национального статистического комитета. На рынках же все стоит дороже. Я живу одна, 5 тысяч, 5 тысяч никогда не уложишься. Во-первых, во-первых, все дорогущее, все в цене поднялось, все буквально, вот буквально все. Даже морковка эта дорогая. Вот. И прожиточный минимум, это смехотворно. Вот 3 тысячи, это коммуналка уходит. Вот. И что? Остается. Вот. Вот все и проезжаешь. Ой, все дорого. Как может быть прожиточный минимум 5 тысяч, если килограмм мяса почти 500 сомов стоит? Вот 2 килограмма взял, уже тысячу на базаре оставил. А сколько еще всего нужно? И все ведь дорожает с каждым днем. Нужно увеличивать прожиточный минимум, я считаю, чтобы хотя бы на эти деньги любая семья могла что-нибудь купить. Если исходить из официальных данных, то на закупку всего вышеперечисленного набора продуктов необходимо потратить более тысячи сомов. Но это из расчета потребностей одного человека. Да и одного килограмма мяса и булки хлеба вряд ли хватит, чтобы накормить семью, в которой минимум трое человек. Получается, затраты увеличиваются втрое. При этом в минимальный набор не входят овощи, фрукты и маломоющие средства, без которых не обойтись. Как я живу? Вам сказать, как я живу? Вот я взяла, это вот поместить масло. Хорошо, мне еще помогают родственники. А так бы я бы внуки помогать, сын у меня умер, братишка помогает. Так бы я не выжила, я вам честно говорю, пенсию я получила 6300, я вам уже сказала. Услуги вот сейчас я заплатила все 4300 и осталось мне 200. Надо купить лекарства и прожить. У меня пенсия 2000 сомов. Как вы думаете, на что ее может хватить? Не на что, конечно. А мы ведь в таком возрасте, когда в первую очередь о здоровье думать нужно. Я, например, на почте пенсию получаю. В первую очередь иду покупать лекарства. Я гипертоник, давление у меня. Одной таблеткой не обойдешься. Нужно 3-4 вида. Большая часть денег туда сразу и уходит. Проодеваться, баловать себя какими-то деликатесами и мыслей нет. Вот поэтому в своем возрасте стою здесь, продаю специи, зарабатываю немного. К слову, около 70% всей потребительской корзины – это товары, которые в нашу страну поставляют зарубежные производители. Из-за пандемии коронавируса и закрытых границ все продукты первой необходимости подорожали в общей сложности на 30%. Инфляция достигла почти 10%, а падение ВВП впервые за последние 27 лет составило 8,6%, заявляют статисты. Чтобы в полной мере ощутить на себе, что такое кризис и каково жить на одинаковый для всех прожиточный минимум, депутат Дастан Бекешев разработал законопроект, согласно которому заработная оплата всех, кто имеет отношение к формированию бюджета, не должна превышать тех самых 5359 сомов. Мало кто из депутатов на самом деле живет на заработном плате. Многие коллеги, даже мои, не знают, каков у нас размер прожиточного минимума и для чего он устанавливается. Считается, что на 5,5 тысячи, а именно такой сейчас размер прожиточного минимума, который установил Национальный статистический комитет, считается, что ты можешь оплатить налоги, одеться, целый месяц жить, жить на это, оплачивать коммунальные услуги, кушать. И этого достаточно. Но на самом деле это же неправда. Если есть дефицит, ну тогда зарплата должна снижаться. И это временные лишь меры для того, чтобы посмотреть, как это будет работать. Однако документы, разработанные еще в конце минувшего года, никак не удается опубликовать для общественного обсуждения, говорит сам автор. И уже заранее предполагает, что его инициативу коллеги, скорее всего, не поддержат, а сочтут за популизм. К слову, именно так в стенах парламента характеризует еще не опубликованный законопроект. Ну это популическое высказывание, популическое решение. Человек, если 5600, если по мнению Бекеша получить, потом у него семья есть, он не один. Есть трое-четыре детей, есть родственники. Конечно, это не хватит. Это самая маленькая, мизерная сумма. Но учитывая наше положение в Кырестане, бюджет, эта сумма определена. Я думаю, закон не пройдет. На сегодняшний день прожиточный минимум, установленный в Кыргызстане, самый низкий по сравнению с другими странами ЕАЭС. Чуть выше, чем у нас он в Казахстане. 34 302 тенге, или 82 доллара. Следом за соседями идет Беларусь. Там прожиточный минимум составляет почти 260 рублей. Это чуть более 100 долларов США. Еще выше в Армении. 61 тысяча армянских драмов, или 116 долларов. Ну а лидирует в показателях стран самым высоким прожиточным минимум среди ЕАЭС – Россия. Он составляет почти 12 тысяч рублей, что в переводе почти 160 долларов. И это на 100 долларов выше, чем в нашей стране. Сабина Дамаскина, Владимир Кулбалдиев, НТС.